В городе Кумертау продолжается разворот системы теплоснабжения. В настоящее время возможность подключения к системе получили почти все жители города. Во всех домах запустили отопление. У нас прошло отопление все в срок, все нормально, без каких-либо каузусов. Сейчас отрабатываются заявки по ликвидации воздушных пробок, это частично и уже в каждой квартире, постоячно. А в целом запуск прошел хорошо. По информации теплосетей, в этом году в соответствии с нормативами отопительный сезон в городе начался 15 сентября. В первую очередь получили тепло объекты муниципальной бюджетной сферы. Детские сады, больницы, поликлиники и учреждения с круглосуточным пребыванием людей. А с 4 октября началось подключение многоквартирных жилых домов. В многоэтажных домах начался пуск с 4 октября. Именно на нашем участке начался пуск тепла с 5 октября. На нашем обслуживании находятся 42 жилых дома. И во всех уже дали отопление? Да, именно во всех домах дали отопление. Разворот системы теплоснабжения города проходит по графику. Кроме того, специалисты также напомнили собственникам жилья, что если в их квартирах не работает один или несколько стояков отопления, то необходимо обращаться в управляющую организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда, для регулирования системы отопления дома. Но бывают и другие экстренные случаи. Так, по адресу Гуфури 28, во время запуска отопления произошел порыв тепловой системы. В некоторых домах, более старых, более ветхих, у нас происходит во время запуска порыв тепловой системы отопления. Ну, вот эти дома с верхней разводкой, у нас поэтому пришлось на чердаке менять частично сгоны, сгоны вентиля. Поэтому приходится работать, допоздна работают наши люди. Вы сами понимаете, лето прошло, и кое-кто в квартирах меняли частично разводку свою по квартирам, радиаторы. Поэтому потревожили где-то систему. И поэтому происходят протечки, вот такие аварийные ситуации. Но ничего страшного, мы с этим справимся. Это не единственная проблема подачи тепла. Основная же – отсутствие жителей последних этажей многоквартирного дома. Хозяев таких квартир нет дома. Из-за этого страдают соседи по подъезду. Но самая большая проблема – это попасть на пятые этажи наших жилых домов. Что вот когда мы производим запуск, мы все стараемся через все системы информации людям сообщать, что придите, кто живет на пятых этажах, и у кого стоят краны Маевского на системе центрального отопления, появитесь домой. Чтобы мы не разыскивали через паспортные столы, через милицию. Чтобы пришли, спустили воздух. И соседям хорошо, и соседи довольны. И нам, как говорится, меньше забот, и хлопот, и люди будут с теплом. Подача тепла продолжается. Осталось подключить к системе теплоснабжения административные здания и предприятия города.